и которая относится к ветеранам, обставшим на учёт до 1 марта 2005 года. По другим нуждающимся, вы только что сказали, работа по постановке на учёт будет продолжена. И ещё одна вещь, на которую хотел бы обратить ваше внимание и внимание руководителей субъектов Федерации. Необходимо добиться единообразной практики применения законодательства о ветеранах и жилищного законодательства. А то мне пишут люди, что в одном месте одни справки требуют, в другом – другие, часть ветеранов ставят, независимо от того, какой у них доход, часть пытаются выжимать на то, малоимущие они или нет. Ещё раз повторяю, этот вопрос нам нужно решить вне зависимости от имущественного статуса ветеранов. Если ветеран нуждается, он должен получить жильё. Соответствующие корректировки в жилищное законодательство и в законодательство о ветеранах должны быть вынесены. Теперь давайте перейдём к другим вопросам социального обеспечения. Пожалуйста, Татьяна Аксимовна. Уважаемые коллеги, я позволю себе напомнить, что денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, дружинникам тыла, без натуральных льгот на сегодняшний день складываются из трёх составляющих. Это пенсия, единовременная денежная выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Если говорить о 2009 году и пенсиях, то за 2009 год размер базовой части пенсии у нас увеличен на 42,8%, а страховой части пенсии на 31,3%. И, как мы все знаем, в связи с изменениями пенсионного законодательства с 1 января 2010 года произведена валоризация пенсионных прав граждан. И в 2009 году единовременная денежная выплата населению с 1 апреля 2009 года была проиндексирована на 13%. На сегодняшний день, то есть на 1 января 2010 года, мы вышли на совокупный доход от 14,1 тысячи рублей до 21,8 тысячи рублей на ветерана, в зависимости от того, под какую категорию он попадает. Я имею в виду все три совокупные выплаты, о которых я только что сказала. Таким образом, размер увеличения в течение 2009 года этого денежного дохода составил от 4,5 тысячи рублей до 6,6 тысячи рублей, что предполагается в 2010 году. В 2010 году, в соответствии с изменениями, которые внесены в пенсионное законодательство, мы уже не будем индексировать отдельно базовую и страховую часть пенсии. Мы будем совокупно индексировать общую пенсию с 1 апреля 2010 года. В данный момент времени мы ожидаем отчетных данных Росстата за 2009 год с тем, чтобы определить тот размер, на который нам нужно провести индексацию с 1 апреля. Но все необходимые денежные средства и в федеральном бюджете, и в бюджете пенсионного фонда заложены. Поэтому увеличение трудовой пенсии, пенсии по старости и социальной пенсии произойдет так, как это и было запланировано с 1 апреля. С 1 апреля произойдет увеличение единовременной денежной выплаты на 10% и тоже соответствующие денежные средства в федеральном бюджете заложены. Кроме этого, я должна сказать, что мы в рамках законодательства о социальной защите инвалидов и о ветеранах обеспечиваем и лекарствами, и санаторно-курортными путевками. Что касается лекарственного обеспечения, то денежные средства выделяются регионам Российской Федерации в полном объеме, исходя из того количества граждан, которые предпочли не денежные средства, а натуральное лекарственное обеспечение. В отличие от предыдущего года, мы на одного человека выделяем более существенные деньги, чем в 2009 году, и ориентировали регионы, поскольку они осуществляют все закупки в этом направлении, уделить особое внимание ветеранам, участникам войны, инвалидам Великой Отечественной войны и, соответственно, тем категориям, которые они обеспечивают, которые отнесены к их юрисдикции. Кроме того, за 2009 год, сейчас еще сложно говорить о 2010 году, но соответствующие планы уже есть. Количество граждан, которые воспользовались санаторно-курортным лечением, составило среди этой категории 82,8%. Это, конечно, не 100%, но соответствующие средства в 2010 году заложены. Но если будут какие-то недостатки средств, то здесь мы, я думаю, что эту тему отработаем с Министерством финансов. Еще одна тема, тема особая, которая касается диспансерного наблюдения и реабилитации этой категории граждан. И мы ориентировали регионы Российской Федерации еще в середине прошлого года, чтобы в 2010 году и в конце 2009 года были начаты мероприятия по углубленному диспансерному осмотру участников, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны. И уже по отчетам, которые мы получили на середину февраля, 76 регионов Российской Федерации достаточно плотно приступили к этой работе. И мы, помимо традиционной работы, ориентировали их на то, что очень многие участники, ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны захотят посетить праздничные мероприятия, особенно в тех городах, где они воевали. И поэтому необходимое медицинское освидетельствование и все то, что нужно для сопровождения ветеранов в те места празднования, куда они поедут, было полностью реализовано регионами Российской Федерации. На сегодняшний день по этой теме у нас нет беспокойства. Мы проводили соответствующее заседание комиссии и, в принципе, все регионы подтвердили, что такая работа ведется и будут осуществлены восстановленные сроки. И в завершение хочу сказать, что у нас предусмотрены в федеральном бюджете деньги на единовременную выплату к 9 мая 2010 года. И как только вы дадите соответствующее поручение, мы подготовим проект решения по этому вопросу. Спасибо. Все, что предусмотрено, должно быть исполнено. Вернемся к этому подне.